Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня среда, 21 марта. В студии с главными новостями в Республике Валерия Дагужиева. Так, сегодня в программе. Глава Республики провел рабочую встречу с Игорем Дральщиковым. Карача в Черкесии по инициативе Министерства курортов, туризма и молодежной политики начат набор в школу проектных менеджеров. Черкес соберет более 200 спортсменов из разных регионов. Об этих и других темах более подробно далее. Глава Карача в Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем правительства Республики Асланом Озовым и главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента России в СКФО Игорем Дральщиковым. Рашид Тимрезов поблагодарил их за участие в подготовке и проведении выборов на территории Республики. Руководитель региона подчеркнул, что, исходя из тезисов послания президента России Владимира Путина по дальнейшему развитию страны, региональные власти во взаимодействии с федеральными структурами должны ежедневно заниматься текущими вопросами реализации майских указов президента, своевременным выполнением социальных обязательств перед гражданами и текущими вопросами развития экономики. Глава Республики также поблагодарил всех участников избирательного процесса за высокий организационный уровень проведения выборов в регионе. Далее цитата Рашида Тимрезова. «Выборы прошли на высоком организационном уровне. Хотелось бы отметить, что у нас в течение всего дня не было вопросов с охраной общественного порядка, с безопасностью, за что мне отдельно хотелось бы поблагодарить правоохранительные структуры, органы безопасности и надзорные органы. Кроме того, отдельные слова благодарности хотелось сказать всем участникам избирательного процесса, «это и политические партии, и общественные организации, и объединения», – закончилась цитата главы Карачаева Черкесии. Как мы уже сообщали, по инициативе Министерства промышленности и торговли Карачаева Черкесии разработано мобильное приложение портала «Решено онлайн». Оно доступно для пользователей смартфонов и планшетов, функционирующих на операционной системе Android. Бесплатное приложение позволит отправлять с мобильного телефона в органы исполнительной власти Карачаева Черкесии заявки на решение социальных проблем вопроса благоустройства, получение помощи в защите законных прав. В ауле Козелкала у Джигутинского района продолжается строительство современного фельдшерско-акушерского пункта со стоматологическим кабинетом. Здание общей площадью более 60 квадратных метров вместит стоматологический кабинет, кабинет приема граждан, смотровое и процедурно-прививочное помещение. Через считанные дни начнется ремонт Зеленчукской районной больницы за счет средств Резервного фонда президента России. Мы уже сообщали, что по распоряжению президента страны на эти цели будет выделено около 20 миллионов рублей. В частности, ремонт будет проведен в терапевтическом и центральном стерилизационном отделениях, а также в пищеблоке медучреждения. Планируется и замена всех коммуникаций и полов. Сейчас терапевтическое отделение больницы рассчитано на 40 мест закрыто. Соответствующая помощь оказывается жителям района на базе участковых больниц. Согласно рейтингу участников государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с формированным и федеральным казначейством, Карачаево-Черкесия является абсолютным лидером среди регионов Северокавказского федерального округа по взаимодействию органов исполнительной власти, местного соуправления и ГИС ГМП. Вместе с тем, среди субъектов Российской Федерации наша республика заняла 25 место с показателем почти 32%. Лидерами рейтинга, которые попали в зеленую зону, стали Саратовская и Свердловская области. Молодежная биржа труда, учреждение подведомственное Министерство туризма, куротов и молодежной политики республики совместно с Корпорацией развития республики объявляет о начале набора в школу проектных менеджеров. Она будет набирать представителей молодежи региона для обучения основам управления инвестиционными проектами. По завершению курса они получат сертификат, подтверждающий квалификацию в основах управления инвестиционными проектами, а трое лучших студентов получат возможность пройти трехмесячную стажировку в компании Корпорации развития Карачао-Черкесии с перспективой дальнейшего трудоустройства. Вопросы социально-экономического развития стали ключевой темой встречи министра финансов Карачао-Черкесии Рустама Эльканова и мэра Карачаевска Алика Динаева. Стороны обсудили развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы с учетом текущего положения проблемных моментов и имеющихся ресурсов. 22 марта в республике стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по классическим шахматам и блицу, по результатам которого будут выбраны спортсмены для участия в чемпионате России. Уже поступили заявки от участников из Ставропольского края Дагестана и Северной Осетии. В рамках чемпионата пройдет два турнира. Так, состязания по классическим шахматам стартуют 22 марта и продлятся до 31 марта. А 1 апреля пройдут состязания по блиц-шахматам, которые отличаются от классических шахмат временем проведения партии. Партии с шахматным блицей длится 3 минуты и 2 секунды. Соревноваться спортсмены будут в четырех категориях – среди детей, мужчин, женщин и ветеранов. Кроме того, будет определен абсолютный победитель среди всех участников, возрастная категория которых будет варьироваться от 7 до 100 лет. Более 200 спортсменов съедут в Карачаево-Черкесию на первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок, которые будут проходить с 29 марта по 1 апреля в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный». Нашу республику представят 33 спортсмена. В состязаниях примут участие как юноши, так и девушки. Они будут состязаться в 17 весовых категориях. Победители турнира автоматически выполнят нормативы мастера спорта России. Кроме того, по итогам первенства бой сформирован в состав сборной команды страны для участия в первенстве мира по борьбе на поясах. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали одну золотую и три бронзовые медали первенства России по панкратиону и вошли в состав сборной команды страны для участия в первенстве Европы и мира по панкратиону. В состязаниях, прошедших в Татарстане в общей сложности, принимали участие более 800 борцов из 42 регионов страны. В результате упорной борьбы Шамиль Черкесов и Динур Кишев завоевали золото, Руслан Джендиров и Асланбек Калмыков стали обладателем серебряной медали, и Альберту Карабашеву и Алию Мамаеву досталась бронза. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, днем слабоумеренные дожди, утром местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 13, в горах плюс 3, плюс 8, выше полутора тысяч метров, лавина опасность. В Черкесске днем слабый дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, при порывах 18 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до плюс 13. Это были Вести Карачаева-Черкесия, выпуск провела Валерия Дагужиева. Я с вами прощаюсь и желаю, чтобы этот день стал для каждого добрым и плодотворным в реализации намеченных вами планов. Всего доброго и до новых встреч в эфире!